Господи Божий мой, натяну паван, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! В преддверии Великого Поста в неделю о страшном суде в среду и пятницу литургии не совершается, а значит и не предусматривается евангельского чтения. А потому у нас с вами есть возможность разобрать подробнее евангельский отрывок, который мы слышали за Божественной Литургией вчера. Вспомним, дорогие братья и сестры, этот текст Евангелия от Луки, глава 22, стихи с 39 по 42 и 45 по 1 стих 23 главы. Во время Оно Исшет Иисус, Иди по обычаю в гору Елеонскую, по ним же и доше ученицы Его. Быв же на месте рече им, молитеся, да не внидите в напасть. И сам отступи от них, як и вержением камени, и поклонь колена моляшеся глаголя. Отче, а с чего лишь и мимо нести чашу сию от меня? Обаче не моя воля, но твоя да будет. И пришед ко учеником, обрети их спяще от печали и рече им, что спите? Восставше молитесь, да не внидите в напасть. Ище же ему глаголющийся народ, и нарицаемый Иуда, един от обою надесите, и дяше пред ними. И приступи-ка Иисусове целовати Его. Сьеба без знамения дал им, Его же аще лабжутой есть. Иисус же рече ему, Иуда лабзаним ли сына человеческого предаеши? Видевше же и жебеху о нем бываемое реши ему, Господи, аще ударим ножем. И ударь един некий от них архиерея вороба, и урезы ему уходи сноя. Отвещав же Иисус рече, оставите до сего, и коснув во ухо Его исцели его. Рече же Иисус капришедшим нань архиереям и воеводам церковным и старцем, як на разбойника ли изыдости со оружием и дрекольми я темя. Повся дни сущими с вами в церкви не прострости руки намя, но се есть ваша година и область темная. Емши же Его ведоша, и введоши Его во двор архиереев, Петер же во след идяша издалече. В возгнещем же огонь посреди двора, и в купе сидящим им сидяша Петер посреди их. Узревши же Его рабыни некая, сидящая при свете, и возревши нань рече, и сей с ним бе, он же отвержился Его глаголя, жена не знаю его, и помали другие, видев Его рече, и ты от них еси. Петер же рече, человече несем, и мимошедшую яко чису единому, и на некий крепляшися глаголя, воистину и сей с ним бе, ибо Галилеонин есть. Рече же Петер, человече не вем ежеглаголиши, и абе, ищеглаголюще ему, возгласи петел, и ображся Господь воззре на Петра, и помяну Петер слово Господне, яко же рече ему, яко прежде даже петел не возгласит, отвержишься мне три краты, и исшет вон плакасе горько, и муже, держаще Иисуса, ругахуся ему бьюще, и закрывши его бияху его по лицу, и вопрошаху его глаголюще, прорцы, кто есть у дарейтя, и и на многохулище глаголу хунань, якобы с день собрашися старцы людсти, и архиереи, и книжницы, и ведоши его на сонм свой глаголюще, ащи ты и си Христос рцы нам, рече же им, ащи вам реку, не имите веры, ащи же и вопрошу вы, не отвечая тими, не отпустите, от сели будет сын человеческий, сидя одесную силы Божия, рече же вси, ты ли уба и си сын Божий, он же к ним рече, вы глаголите, яко аз есмь, они же реша, что ище требуем свидетельства, самибо слышахам от уст его, и восставше все множество их, ведоши его к Пилату. Прочитаем этот текст в русском переводе. В то время, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Илеонскую. За ним последовали и его ученики. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, «Что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение!» Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, «Кого я поцелую, тот и есть!» И Иисус же сказал ему, «Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно!» И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала, «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил, «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его, «Про реки кто ударил тебя?» И много иных хуленей произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой синодрион, и сказали, «Ты ли, Христос, скажи нам?» Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите. Если же спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они же сказали, «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его?» И поднялось все множество их и повели его к Пилату. Первосвященники, боясь народного возмущения, просили Иуду осторожно указать на Спасителя. Иуда же умудрился выдать Господа так, чтобы власти могли схватить его, когда с ним не было толпы. Для этого он привел посланцев Синодриона поздним вечером в сад на Илеонской горе. Когда ученик встречал любимого Рави, он клал правую руку на его левое плечо, а левую руку на правое плечо и целовал его. В качестве предательского знака Иуда решил воспользоваться этим обычаем, ибо он такой им дал знак, «Кого я поцелую, тот и есть». Как отмечает Борис Ильич Гладков, из последующего поведения Иуды и предложенного ему Иисусом вопроса, можно заключить, что он намеревался, отделившись от отряда, подойти к Иисусу с обычным приветствием, поцеловать его, затем отойти к апостолам и тем скрыть свое предательство. Чтобы показать Иуде, что он не может скрыть своего предательства, Иисус сказал, «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Тогда апостолы, подойдя ближе ко Спасителю, хотели заступиться за Него, и один из учеников, не дождавшись ответа, ударил раба-первосвященника и отсек ему правое ухо. Но Господь остановил его, сказав, «Оставьте, довольно!» И, коснувшись уха его, исцелил его. Рассуждая над последствиями этого действия, Блаженный Феофилак замечает, что первосвященники и их рабы перестали слышать истинный голос Божий. Ибо если бы они слушали Моисея, не распяли бы Господа славы. Иисус представляет ухо, ибо великой силе Сына Божьего прилично исцелять непокорных и давать им ухо для слышания. Иисус совершает исцеление для того, чтобы сим, видимым чудом над ухом, показать свое незлобие и, по крайней мере, навести их на мысль удержаться от бешенства. После ареста спаситель был доставлен в дом первосвященника. До самого утра Христос находился во дворе дома первосвященника, все это время подвергаясь оскорблениям и побоям. С наступлением же утра первосвященники, старейшины и книжники опять собрались для окончательного суда в помещение Синодриона, куда привели и Иисуса, начав свой допрос со слов «Ты ли, Христос, скажи нам?» Александр Павлович Лопухин пишет, что на вопросе Надриона Христос отвечает, что ему нет повода выступать с какими-либо заявлениями или вопросами. Если он объявит себя Мессией, они не поверят. А если он спросит их, за что они его задержали или почему не признают его Мессией, то они без сомнения не захотят дать ему отчет о причинах своего враждебного к нему отношения. Потому на их вопрос «Ты сын Божий?» он отвечает им «Вы говорите, что я». Признав Господа виновным, Синодрион решил идти к Пилату и требовать утверждения и немедленного исполнения приговора. Глубокий трагизм услышанных нами сегодня строк, дорогие братья и сестры, заключается в том, что Господь, проявляя любовь даже к причинившим Ему зло людям, не получил от них и доли сочувствия. Смирение и кротость Христа перед сутями и клеветниками дают каждому христианину например, противостояния злу в нашей жизни. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя.